Впервые финальный раунд Европейского континентального кубка принимает ну совсем уж экзотическая страна. Потрясающей невероятной красоты Северная Ирландия, ее столица город Белфаст. За моей спиной культовое не только для Великобритании, но и всего мира место. Английская верфь Harland and Wall, где в 1911 году на воду был спущен легендарный пароход Титаник. Ну, собственно, здесь буквально все пропитано историей. Куда ни прикоснись, где ни пройди памятник ЮНЕСКО. Местные жители очень чтят свою историю. Здесь сама жизнь бежит неторопливо, люди размеренные. Ну, а куда им торопиться, когда вокруг такая красота? Чистейший воздух от Атлантического океана. Хоккеисты Орлана, действующие чемпионы страны и сильнейший клуб нашей лиги. В этот литургический сон не впадают. Три важнейших матча ждет команду здесь. Соперники из Польши, Республики Беларусь и хозяева этапа. Местные любимцы Белфаст Джайнац. Интересно, что тренер Орлана Владимир Копуловский уже в первый день вывел ребят на лед. Дал возможность, как говорят в хоккей, раскатиться после 23-часового перелета. Но тренировка, что немаловажно, прошла не на 10-тысячной арене, где будут проводиться матчи, а на малой Дандлок. Она находится в пригороде Белфаста. И вот, что рассказал мне главный тренер Владимир Копуловский и молодой игрок Никита Баженов. Вы же понимаете, когда после такого перелета необходимо не то, что встряхнуть команду, а просто выйти на лед, пропотеть. Я даже от них сегодня ничего не требовал. Важно было покататься, где-то почувствовать шайбу, бросковые упражнения такие сделать. Сегодня мы даже ничего не катали ни в троечках, ни в пятерках, ничего не наигрывали. Просто покататься и, еще раз повторю, прийти в норму. Ноги после перелета у ребят забились, только сидели. Хороший, приятный город, небольшой, хороший климат, свежо, море, так сказать. Океан. Ну, океан, да. Основная же площадка была занята. Там состоялся грандиозный концерт популярнейшей инди-рок-группы 1975. Но уже сегодня все по расписанию. Сцену разберут, и все четыре команды опробуют лед. Что еще хочется сказать? С окончательным составом главный тренер клуба еще не определился. И кто-то из игроков может пройти мимо заявки. Так что конкуренция сейчас очень высока. Так что болеем за наших. Впервые в истории у казахстанского клуба есть все шансы впервые привести континентальный кубок в нашу страну. Специально для телекомпании Ирбис из Северной Ирландии и города Белфаст Артем Буланов.